Формадол. Таблетки от головного боли. Карпаты не исключение. Многие гуцулы, которым за 70 и больше, говорят, что даже не ходят в аптеку. Максимум на полоныну за целебными растениями. В наших горах крепкое здоровье дарит сама природа. Главное знать правильные места. Понадобится немало храбрости. Пошли, я понимаю, высоко в гору, тяжело. Но вот, друзья, самый-самый надежный транспорт. И вокруг верховыны такие дороги, что конь лучше любого джипа. Йоу! Йоу! Путь к экстремальному оздоровлению по-карпатски непростой, но без преувеличения невероятно красивый. Посмотрите, в каких фантастических местах мы оказались. Журчит черный черемож, наша гордость. Невероятная река. Бедные горы. Воздух, от которого просто кружится голова. Это все уже оздоровление само по себе. Но на самом деле каких? Только в мире не существует спа-салонов и клиник с необычными процедурами. В Израиле, например, можно испытать на себе массаж змеями. В Чехии принять теплую пивную ванну. А в Финляндии даже на несколько минут погрузиться в морозильник и побыть в температуре минус 110 градусов. Все это такие экзотические спа-процедуры. Такие есть и у нас, в родных Карпатах. И мы сейчас испытаем их на себе, конечно же. Паркуемся, друзья. Спасибо тебе, мой конь, стоять. Я пока не лучший наездник карпатский. На ногу наступил. Слушай, ты хороший. Прости меня, что я такой необытный наездник. Но спасибо, что ты меня доставил в уникальное место. Я тебя привязываю. Как вы можете догадаться, судя по тому, что здесь много ульев, это что-то связанное с пчелами. Но это что-то очень-очень необычное. Здесь проводят уникальные процедуры. Они называются апитерапия. Что это и как работает, Дмитрий узнает у хозяина необычной лечебницы. Слава Иисусу Христу! Слава Иисусу Христу! Здесь так принято здороваться. Вот хозяин. Доброго дня! Меня зовут Дмитро. Меня Петро зовут. Петр Химьяк уже 40 лет занимается пчеловодством. С ним по соседству живет 100 пчелиных семей. В каждом из таких ульев по две семьи. Но пчел здесь используют не только для получения меда, а и для необычной процедуры – апитерапии. Это такая наука – резонансная терапия. То есть это природный резонанс, который помогает человеку восстанавливать здоровье. Да, плохие клетки генуть. Пчела посылают здоровье к литерам. Вот это постоянно процесс проходит. Целебное свойство этих насекомых отмечал еще Гиппократ. Более того, об этом упоминается даже в Библии и Коране. Сегодня эту процедуру каждый из нас с вами может испытать на себе в Карпатах, остановившись в необычном отеле. И не просто отель, а спа-клиника. Это медицинское учреждение, это санаторий, это все в одном. То есть здесь можно отдохнуть и душой, и телом, и подлечиться, и даже кое-что экстремальное испытать. Пчел для древней процедуры используют тоже особенный. Често карпатская аборигенная пчела. Аборигенная пчела. Это очень знакомое мне слово. Мы уже в Непале добывали аборигенский мед с аборигенскими пчелами на высоте 100 метров. В Непале Дмитрий познакомился с гималайской пчелой, а наша называется Карпатка. В отличие от непальских сородичей, она считается очень миролюбивой. Ценит ее за невероятную выносливость и продуктивность. Только представьте, одна пчелиная семья может принести до 80 килограммов меда за сезон. По статистике, один человек съедает около килограмма меда за год. Грубо говоря, сильная пчелиная семья может обеспечить сладкоежку медом практически на всю жизнь. Но больше всего вызывает интерес другая особенность этой трудяги. Вжала ядовета, але яд для людского организма просто бомба. То есть нужно, чтобы кусали? Звычайно, люди, які займаються пасекою, ковид-19, им не страшно. У нас, слава богу, тут в селі взагалі нікого нема. Доказательств этому пока нет, но многие говорят, что пчелиный укус хорошо влияет на иммунитет. Хотя при этом бывает и обратное, когда укус вызывает аллергию, и последствия могут быть опасными. Я хочу, чтобы они вас укусили. Больно? Ну, трошки менше били, як гадюка кусая. У нас швидка рядом тут. Почуешь, що Дмитро Комаро зразу приїде. Такі слова оптимизма не добавляють. Но, оказывается, укус Карпатки идет в комплекте с еще одной интересной опцией. Петр ведет Диму в дайную комнату. Уху-ху-ху-ху-ху-ху. Да тут, друзья, какая-то винодельня или что это? А, це я роблю віськи. Скажу, що у цей боти знаходиться цілий ряд лікувальних властивостей. Тобто лікарства для людського організму. А, то есть это не для того, чтобы пропустить по рюмочке с друзьями на праздник? Нет, нет, нет. Це тоже часть процедуры? Часть процедуры, але тільки після. Після вкуса, що ли? Да, після вкуса. Вони нейтрализують яд. Щоби у тебе не було аллергії или какой-то реакції, нужно ввести антидот противоядия из этой бочки. Да. Такого антидота для храбрости не помешало бы, но по процедуре не положено. Я доверяю нашим карпатским специалистам и уверен в том, что все будет безопасно. Сейчас меня будут кусать пчелы. Вас сколько кусало максимум? 50-60. А реакция? Ноль. Может, вы терминатор, я не знаю, может, у вас там... Ну, можливо, є накопечення, і воно складається там десь на задний план. В жизни Дмитрию уже приходилось испытать на себе укусы змей, муравьёв і разных живот. Остаётся надеяться, что укусы карпатки после этого покажуться просто мелочью. Вот у нас є кліточка, де будуть знаходиться бжілки. Ми зажанем дятілька, а ви потім будете... Смотреть по своєму состоянию? Ну, вот тут. Ну, вот я, кстати, слышал о том, что бывает у некоторых людей такая аллергическая реакция, что они просто дышать не могут. Оно афилактичний шок. Тобто, меж скорочується, дыхати неможливо, звичайно. І від цього людину може померти. Опасность пчёл не стоит недооценивать. От їх укусов ежегодно умирает более полусотни людей. Это, например, больше, чем от нападения акул, волков і медведей. Чаще всего смерть вызывает сильная аллергическая реакция. А я не знаю, есть ли у меня аллергия. А ми зараз попробуємо. А у вас є тестові пчёлы? Звичайно. А не дають тестовий мед? Ха-ха-ха-ха! Ай! 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 Желко стелось, ай! 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 Вот вам и миролюбивые карпатские пчёлы. Похоже, они настолько добрые, что решили начать лечить Диму максимально быстро. Ай! 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 Я уже боюсь, ай! Все? Больно? Так, ну, надо, подождите, надо, неправильно все пошло! Неправильно. Надо было там, чтобы укусили. Неправильно. Ловите сами! Сами ловите, а я пока! Ахахахаха! Знаете, вот на самом деле, первый момент очень больно, но секунд тридцать и боль уходит. И я почти не вижу, кстати, следов. Вот это место укуса. И вот это место укуса. Нет, подождите, меня одна укусила вроде. Нет, две. Две? Две. Во! Во-во-во-во! Аккуратненько. А вы так пицц требовали, а не могу вас столько укусило. Я не ожидал просто. Я подошел посмотреть на номер, и тут чувствую больнее, чем змея. Аааа! Ааа! Ааа! Жалко сила! У вас пчела по руке бежит. Мне страшно смотреть на это. Почему она вас не кусает? Почему эта гадина меня укусила? Хозяин. Они знают, что я роблю доброе для них. Пчела умирает после укуса? Две годы не живет, а потом помирает. Мне не сколько было жалко, разумеете? У вас, сколько пчела жалко, потому что вы не умрете, а пчела умрет через две годы. Вот так вот, видите? Только что я убил пчелу. Еще Альберт Эйнштейн говорил, что если исчезнут пчелы, человечество вымрет через 4 года. Именно медоносные пчелы опыляют растения, благодаря чему у нас с вами есть урожаи и еда. Поэтому Петр строго следит за своей популяцией полезных насекомых. Это же надо. С детства пчелы не кусали. Несмотря на небольшой фальстарт, апитерапия еще не закончена. Петр посчитал, что на рост и вес Димы двух укусов маловато для положительного эффекта. Это был всего лишь тест на аллергию. А теперь, собственно, лечение. Для того, Дима, чтобы точно произошло все, нужно левой рукой зловитись за правую руку. Я боюсь даже смотреть на это, друзья. Я просто максимально держу руку и доверяю профессионалу. Смотрю только прямо. Она здесь, она кусает. Ай! 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 Она и яд пускает, и болит, болит! А-а-а! Как печь начинает! Капец! Если быть точным, пчела не кусает, а жалит. Через свое жало она вводит под кожу небольшое количество яда, который и причиняет боль. А-а-а! Хиба хочешь мусышь? Друзья, я вам скажу честно. Только ради вас, только ради того, чтобы вы увидели Украину такой, какой ее еще не видел никто, я иду на эти эксперименты. Я зараз бжулу просто-напросто тут, потому что есть запах яда, она сама зараз ужалится. Я отворачиваюсь и держу руку. Она жужжит там, и она летает, и бьется, но не кусает, не кусает, не кусает. Кусай уже давай! Я не могу, это, вы знаете, ожидание смерти хуже самой смерти. А-а! Издевательство над журналистами. А-а-а! Уже на четвертый раз не так больно. Постепенно приходит боль, приходит головокружение. Она воткнула жало и пускает яд. Теперь она хочет оторваться. Жало имеет крошечные зазубрины, поэтому, вонзив его в кожу, обратно пчела его уже не вытащит. Пытаясь освободиться, она вырывает жало из себя. И выжить после этого уже не может. Это будет ее последний отрыв и взлет в жизни. Она оставит все свои внутренности во мне, вместе с жалом. Вот, потекло, видите, вот такая тянется ниточка, вот-вот-вот. Поэтому пчела умирает после того, как она кого-то укусила. Бог любит троицу. Мы даже перестарались. Сделали больше. Мы сделали четыре. Скажу честно, немножечко кружится голова. Хочется прилечь. Пожалуйста. Это нормально? Это надо? Нормально. Что хорошего в том, что во мне этот яд? Что сейчас он полезного делает для меня? Сейчас проходит процесс адаптации с пчелинным ядом и людским организмом. Что я почувствую уже с утра-завтра? Какие изменения? Абсолютно никаких изменений не будет. Это будет для будущего укрепление иммунитета. А, то есть это иммуностимулятор природный, да. Вречайно. Но не нужно забывать, что это прежде всего яд. И с ним нужно быть предельно осторожным. Категорично. Не робить процедури сами. Краще поспілкуйтесь с специалистами. Потому что данная процедура может от одного вкуса бжоле закинчиться очень, я даже боюсь этого слова сказать, смертельно. Вот. Я очень рад, что вы это сказали, потому что очень важно. Сейчас нас смотрят люди, и я соглашаюсь на это. Вот четыре укуса. Чувствую себя, кстати, прекрасно. Головокружение уже уходит, я могу уже не лежать, могу садиться, нормально общаться. А вот через недельку, загали будете видминно себя чувствовать. Но инъекции пчелиного яда – это только начало лечения. Апитерапия продолжается. Теперь самое главное. Дмитрию предстоит провести два часа в компании десятков тысяч пчел. Я зараз вас покладу на лишко, где под низом будут жолы. Какие правила? Что можно, что нельзя? Телефоны, металовые речи. Надо оставлять, оставляю. Оставляйте. Это отвлекает. Кольцо обручальное снять? Обовязково. Моя жена, прости меня, но ради здоровья твоего мужа я это кольцо снимаю на два часа. Почему нельзя метал вообще? Потому что биополе, метал несуместимый. Там металу взагалі немає. Все дерево. Дальше я слушаю вашу команду. Значит, заходим у будиночок. О, тут є небесна аура. А тут под низом находятся бджоли. Вот это вот самое интересное. То есть вы спите на ульях. На ульях. Вот они. Вот пчелку вижу. Вы уторглися в будинок в семьи. Они тоже мают свою охорону. Вы знаете, в бджолах есть и суд, и прокуратура. То есть очень-очень высокая цивилизация. Расскажите теперь, почему полезно спать на вот этом улье? Навколо вас биоэнергетика, вибрация сама, шум сами бджоли. А биополе полностью вас окоплюет. Оце я оздоровление. Не больше дві години. Ночевать нельзя, да? Категорично не. Дві години вам замінює сон сім-вісім годин. Втома, нервові зрели, недостатність легенева. Є протипоказання, є показання до терапії. Вот я зараз фіксую час. Через дві години я вас аккуратненько возбужу. По словам пчелиного гуру, биополе этих насекомых – очень тонкая и чувствительная вещь. Поэтому во время процедуры он запретил даже снимать. «Почему я не буду рисковать? Я вас слушаю и повинуюсь, как говорится. Сейчас будет что-то магическое. Я вам обязательно все расскажу». Два часа Дима спал. А под ним жужжали десятки тысяч пчел. На удивление, он быстро провалился в глубокий сон, пока Петр не разбудил его своим фирменным методом. Музыка – это неожиданно, конечно. Слушайте, друзья, рекомендую. Вражение. Как? Смотрите, вначале голова журналиста занята. Ой, я не ответил на три письма. Ну и так далее, и так далее. Потом я начал чувствовать такие вибрации в затылке. Потом все выключилось. У меня такое ощущение, что я проспал часов двадцать, и я выспался. Сразу вспоминается фраза «Господи, прими за лекарства». В нашем случае это чистая правда. Петр наливает не просто алкоголь, а особую настойку на пчелах. На сегодня это финальный этап апитерапии. Йо! Йо! Ещё терапия пошла. Изнутри прогрев. Пчелиная настойка. Так. И это действительно, друзья, не самогонка. Это особенный вкус. Вы знаете, очень вкусно. Ммм. Надо пока ещё есть сон идти и ложиться спать. Давайте. Петр выделил Дмитрию один из номеров его пчелиного отеля. Здесь кровати уже обычная, без ульев внутри. Можно смело сказать, что процедуры подействовали. Дима спал как убитый. А утром его уже ждал полезный и одновременно очень необычный завтрак. Чем у нас на завтрак угощают в пчелином спа-резорте? Первое, на что бросается взгляд, это мертвые пчелы. Мертвые пчелы не гудуть. Да есть надо будет? Только одну. Брали одну пчелу. Вкусно. Это и подмор бжелини. То есть, бжела отжила свой полный век и она умирает. Я их хорошенько забираю, высушиваю и потом из этого подмора я делаю вытяжку на спирту. Ну вот, пчел я еще точно не ел. Жареное что-то такое. Жареные крючки жаренных насекомых. Кузнечик даже более сочный. Здесь мяса нет совсем. Это просто шелуха. Есть еще один способ употреблять мертвых пчел исключительно в лечебных целях. Настойка на пчелином подморе. Здесь дозировка предельно точная, как в аптеке, и зависит от вашего возраста. Один рик життя, одна капля. 35, 36, 37 или больше. Хорошо, что мне не сто лет. А то я с утра опьянел бы. Еще никогда мой завтрак не начинался с мертвых пчел и настойки на них и с алкоголя. Вчерашнее вкуснее было? Да. Ну что, приятного аппетита. На завтрак вы всегда едите соленые огурчики, помидорчики? Хорошо с медом идет? Дуже смачно. Очень необычный рецепт, друзья. Соленый огурец с медом – это, конечно, что-то новенькое. Мне нравится, это вкусно. Оно странно, но оно прикольно. Вот такая, друзья, она – сладкая карпатская жизнь. Никогда вы не испортите свой сладанок, чтобы их добавлять в мед. А перед тем, как уезжать, Петр согласился показать Дмитрию, как он добывает тот самый известный мед карпаток. И чтобы не случился внеплановый сеанс апитерапии, мужчины надевают специальную защиту. Жу-жу-жу, маленькая бджелка. И готовят нехитрый инструмент, которого боятся даже эти супернасекомые. По сути, это обычная металлическая емкость, в которой разжигают огонь и выдувают дым на пчел. Два кубы вы пускаете у льеток, где мы? Ну что, пчелки, я мстю им с тем, а я страшна за вчерашний день. Ловите. Доста, доста. Все, они прячутся. Все, ходим. Значит, мы забираем матрас, это верхнее отепление. И по старой традиции я делаю это так. Во имя Отца и Святого Духа Хан. Берите стамесочку. Аккуратно. Аккуратно. Ого. Чтобы вы не придавили. Потому что одна придавлена бджела, будет сигнал бджелам, чтобы вас отгонять, как ворога. Потому что вы их давите. Ну вот, что вы дальше делаете? Ну тут куча пчел. Я уже видел, как вы делаете. Я так аккуратненько. Не-не-не, ни в коем случае. Вы повинете это делать вот тут. Вот, видите? Чем вы будете працювать тихийше, тем будет лучше, чтобы вас не пожалить. Ого. Сколько их тут, а? Вот так вот. Правильно. Ого. Ого. Вот это да, посмотрите, друзья. Работа. Мечты. Так. Только вы, конечно, смельчак. Вы голыми руками. Давайте я покладу эту рамочку на месте, где взяли. И сейчас будем идти до основной комори, где есть мед. И вот, получается, вот эти кровати, на которых спят туристы, внутри там вот такое происходит. Вот такое происходит. Я вам рекомендую не показывать туристам улей до того, как они не поспали. Потому что иначе, увидев вот это, друзья, вы вряд ли захотите спать на этой кровати. Будет страшно. А вот зараз мы бачимо матку. Вот она такая здоровая. С черной задней частью. Вот она матка. Большая такая, крупная. Чтобы не загубились в виду, зараз мы будем лопать матку в клеточку. Впервые в нашей программе. Я буду лопать матку. Не-не-не-не. Мы ловим матку, ловим в клеточку матку для того, чтобы ее пометить. Матка – это глава пчелиной семьи. Она не носит мед и не может ужалить. Ее основная задача – откладывать яйца с новыми поколениями пчел. Именно от матки зависит, какой будет семья. Поэтому за ними пасечники следят особенно пристально. Матка – это президент, ее охраняет, охрана. Да. Вот зараз у нас президент находится в клеточке. Как шприц, друзья, такая система. Мы легонечко придавливаем пчелу. Красит что ей? Попу? Нет. Грудку. А зачем вы ее пометили? Чтобы я знал, який рик. Цей рик матки метится в синий колор. А если матка погибнет, то весь улей погибнет? Весь улей погибнет. То есть представляете, друзья, от одной пчелы зависит жизнь всего уля. Мы сейчас ее будем аккуратно выпускать. Чтобы она у нас не взлетела. Тут перекрываем. Сама королева идет до своих деток. Бачите, теперь ее синий колор. А вот она теперь хорошо видна, смотрите. Подготовка закончена, можно приступать к главному. Вот видите, начинается процесс сбора меда вот так вот. Щеточкой убирают пчелы аккуратно, чтобы не повредить ни одну из них. Шум стоит такой. По сути, сейчас мы их грабим. Вот, друзья, десятки тысяч пчел. Я медленно веничком сметаю. Пчелы вообще невероятно выносливые и сильные. Пчела может за день облететь 12 гектаров. Может тащить вес в несколько раз превышающий ее собственный. А за жизнь пролетает расстояние как от земли до луны. Я обратил внимание, что в некоторых сотах вот можно увидеть такие пятнышки блестящие, как золотые. Это что такое? Это перга. Они заготовляют для готовления своих деток пчелиный хлеб. Пчелы – это какие-то гениальные архитекторы. Идеальные формы, практически одинаковые соты. Ой, ребята, такое может быть только во время съемок нашей программы. Я защищался от пчел. Смотрю вниз, а у меня сидит ящерица. Вместо пчелы оказалось, что меня щекотала ящерица. Вот, я ее аккуратно сейчас возьму. Возьму голой рукой, чтобы не повредить. В детстве обожаловал ловить ящериц. Итак, в компании «Пчел и ящерицы» Дима и Петр собрали ценнейший карпатский мед. Я чувствую, что ты любишь сотовый мед. Да. Вот я тебе дарю чисто с Карпатта сотовый мед. Все труды сделаны и твей, и бжил. Бесценный подарок. Спасибо. Это будет самый дорогой мед в моей жизни. Сколько он хранится может? Может храниться десятками роков. Мы сейчас вывозили, что самый сильный был и не портящий продукт. Это мед, золото, зерно. Это золото. Это карпатское сладкое золото. Самый бодрящий способ прокачать свою защиту от болезней Дмитрий уже испытал на себе. Работает он или нет, покажет время. Но есть в Карпатах и куда более приятные методы продлить себе жизнь. Друзья, наша экспедиция в поисках сокровищ Карпат продолжается. Прямо сейчас нас с вами ждет практически машина времени, которая перенесет нас в прошлое и поможет оздоровиться. Место назначения – вот этот скромный киоск. Сложно поверить, но это легендарное место Верховыни. Да, более 30 лет назад в советские времена он бы не вызывал удивления. Но сейчас – это единственный ретро-киоск в своем роде. Но и это в нем не самое удивительное. Доброго дня. Как вас зовут? Иван Васильевич. Иван Васильевич меняет профессию. Но у вас на самом деле здесь все, как в этих известных советских фильмах. Действительно, это уникальное место, где сохранился автомат с газировкой. Нам два стакана. Два стаканчика берете? А почем один стаканчик? По пять. Четыре копейки было раньше. Видите, в чем разница? Сегодня уже дают в пластиковых стаканах, в бумажных, точнее, одноразовых стаканах. Раньше были такие граненые, которые можно было помыть прямо на месте. До карантена. Тут уже две стаканы с кови. В советские времена газировка была чуть ли не самым популярным народным напитком. И пили все в буквальном смысле из одного стакана. Стеклянного. В любом автомате его можно было просто сполоснуть, и следующий желающий пил из того же стакана. Такое сложно представить сегодня. Особенно во времена пандемии. Но тогда это была норма. И все, кому немного за 30, хорошо помнят эти времена и легендарную газировку, которая за каждым поворотом помогала утолить жажду. Сейчас это уже история. Хотя есть исключения из правил. Вода, во-первых, очень смачная. Во-вторых, она наша. И подивите, сколько людей. Вот, пожалуйста, уже сколько собралось людей. Всем привет. Всем привет. Действительно, ажиотаж такой очень серьезный. Давайте я куплю стаканчик воды. Я хочу сравнить. Стаканчик обычный и стаканчик с сиропом. Давайте так. Вот сиропчик наливается. Так, пробуем водичку. Вы знаете, вот как будто бы машина времени меня вернула в детство мое, когда можно было прямо на улице подойти к автомату, скинуть одну копейку и набрать стакан воды просто чистой газированной. А можно было за 3 копейки купить с сиропом. Потом... Автомату можно дать, и тогда с сиропом пить. А, да, можно было еще хорошенько дать по автомату, да? Так а где автомат? Автомата уже нет? Да не могу. То есть... Передали на утильщелье. В прошлом такие автоматы можно было встретить везде. Но когда появилась возможность покупать газировку в ларьках, автоматы и киоски стали потихоньку исчезать за ненадобностью. Их утилизировали. Редкие экземпляры попадали в домашние коллекции или музеи. И только благодаря Ивану Васильевичу и сегодня можно попробовать газировку, созданную точь-в-точь по технологиям прошлого века. А что это за сироп? Это яблочное. Я допиваю яблочное, очень вкусное, кстати. Хочу сказать, что просто действительно волшебный вкус. Но говорят, еще лечебное. У нас вода лековая. Вся вода в Карпатах? Я говорю, что комар носом не присунет. Комар уже нос засунул, как видите. Сегодня у нас очень активный день. Много суеты, все в движении, не было времени сделать фотографии. Сейчас есть небольшой перерыв и очень хочется поделиться с семьей впечатлениями. Я все чаще делаю видео, а не фото, потому что все равно из любого стоп-кадра видео можно быстро и удобно сделать хорошую фотографию, чтобы поделиться впечатлениями со своими близкими. Сейчас отдохнем немного, перекусим и пойдем дальше. Саня, будешь? О, спасибо. Где вы берете эту воду? У нас такая глубоводная тернец, это как 6 метров в глубине. Только колодец, да? Тихо хренеться. А там косо, в другом районе уже не та вода. В Верховине лучше, да? Самое лучшее. Здесь, в Карпатах, особенные волшебные целебные источники. Здесь напротив солнца и колода. Вот дайте мне нормальный стакан. Я не хочу пить из этих одноразовых. Вот, друзья. Крустальная вода. Вы знаете, я какую-нибудь воду не продаю. Это без сиропа, без сиропа. Без сиропа, вот мне больше нравится. Она ни запаху не чувствует, она такая прозорая. Она очень вкусная, она очень полезная. Это вода из колодца, высоко в горах. И вот таким необычным способом продается только благодаря настоящему герою. Вот расскажите, пожалуйста, как вам в голову пришла идея сделать такой киоск и возродить эту традицию? Это уже у меня третий киоск. А откуда вы взяли этот киоск? Это пустой ларёк был на почте. А мне вы так дали этот ларёк, ну просто держава дала, знаете. А первый киоск вы когда поставили? В 53-м году. В 53-м году? Я прошу прощения за нескромный вопрос. А сколько вам лет, если вы с 53-го года продаёте воду? Больше 60 лет? Мне 85. 85. Выглядите отлично. Дай бог вам жить 185. Вам тоже, блин, даже мой хороший. Иван Васильевич, наверное, самый опытный продавец воды в Украине. У него больше полувека рабочего стажа в этом деле. И он до сих пор ежедневно самостоятельно возит воду из колодца на тележке. Мы пока с вами болтали. Тут такая очередь собралась. Все хотят воды. У меня к вам предложение. Пустите поработать на вашем месте. Я помогу. Сделаю рекламу. Буду продавать воду. Мы сегодня наторгуем нормально. И захожу в номер. Пошли. Саня. Вот рассмотрим киоск. Видите, почтовый киоск старый. Видно, сохранился. Так. Ну что, Иван Васильевич меняет профессию. Иван Васильевич отдыхает сегодня. Работает Дима. Дмитрий Константинович. Сидать. Так, смотрите, друзья. Первое, что хочу вам показать. Всем, кому за 30, помнят, как можно было помыть стаканы. Ставится стаканчик. Вот. И внутри пошли струйки. Принимайте. Вот. Нужно прокручивать. Нужно прокручивать. Да. По старой технологии мою стаканчик. Кстати, придумали автоматы с газировкой в Украине, в Одесском технологическом институте холодильной и пищевой промышленности. Это была курсовая работа студента. Вот он придумал этот автомат. И с Украины эта традиция пошла уже дальше по всему тогда еще Советскому Союзу и пошла по миру. Видите, это уникальный раритетный экземпляр, который сохранился с советских времен. Супер просто. А теперь расскажите, как это все работает. Где вода находится? Вода в боку. Сюда я лейку закрываю. А, там бак находится, да? И вы из колодца приносите воду. Так, что-то упало, упало рюмочка. Давай-ка. Это, похоже, тут не воду пили. Это для 50 граммчиков. Тут, видимо, есть тайный бак еще для чего-то, да? Нет? Жалко. Вот у нас сидело. Цедило. Цедило. Цедило – это чтобы процедить воду, правильно? Я его постирал. Маленькую ступу кластину. Вот. Вот так вот, смотрите. Мы с вами видим процесс, как вода попадает в бак. Да. Цедило используют, чтобы профильтровать воду от всего лишнего. То есть, мушка не проскочит. А это уже вода идет с газом, да? Это уже для употребления. Для употребления. Для употребления. Как попадает газ в воду? Расскажите. Я вам баллон. Выкрутил. Пускаю. Газ в баллон. И туда. Барометр поднимает. Это углекислый газ. И он дает воде вот эту шипучесть. И особенный кайф. Насколько хватает этого баллона? 1,5 тонны в воде. Сколько в среднем в день приходит клиентов? 100 литров. Воду залили в бак. Так, пол литра. Сколько в баке воды литров? 100 литров. Вентиль перекрываем, да? И газируем. Мешаем. Мешаем. Масло кладем. Газ смешивается с водой. Давайте я покручу, помогу вам. Аппарат, который газирует воду искусственным способом, по-научному называется сатуратор. Изобрели его в 18 веке. Собственно, как и саму газировку. Шипучка настолько пришлась людям по вкусу, что через пару десятков лет немец Якоб Швеб начал производить газировку на продажу, создав знаменитую компанию. Газированная вода стала чрезвычайно популярной. Для удешевления производства воду газировали обычной пищевой содой. Так появилась содовая. А добавив лимонную кислоту, получили лимонад. В конце 19 века настоящий прорыв в истории шипучек совершила всемирно известная американская газировка. А сейчас даже сложно выбрать напиток среди бесконечного разнообразия. Но вода от Ивана Васильевича, судя по ажиотажу, по крайней мере в Верховыне, может составить достойную конкуренцию любому известному напитку. Поэтому пора приступать к работе. А ну давайте, продавайте воду. Можно ваш капелюх? Йой! Йой! По-гутсульски, йоу, йой! Вот, так что беру одноразовые стаканы. 5 гривен, друзья, 18 центов. Нигде в Европе вы больше не попьете так дешево такую целебную воду. Но некоторые местные считают ее бесценной. Особенный беспрецедентный день в Верховыне. Сегодня всем вода бесплатна в этом киоске. Подходите, все желающие. Подходите. Я разливаю. Давай. Ты хочешь купить принципиально? Вот. Хорошо. Вот наш первый покупатель. Он отказывается от бесплатной воды. 5 гривен отдаю хозяину в кассу. Хотя сиропу давайте 20 грамм. Как отсчитывать 20 грамм? Две рисочки? Две рисочки. Я наливаю воду. Казалось бы, продавать газировку. Что может быть проще? Но Дима сразу же допустил ошибку. В воде работает. Кручей воде. А тут сироп вы не разбавите. Выливайте воду. Куда выливать? Как так? Это я вылил 2 гривны. Вы что? Наливайте чуть-чуть воды. Хоп! Сироп. Сироп. Две рисочки. Две рисочки. Одна рисочка. Две рисочки. Четыре. Оп. Вот две рисочки. Ай! Очень сладкая будет вода у тебя. Да ладно. Оп. Оп. У тебя брал вода. Чуть-чуть. Чуть-чуть еще, да? Сейчас. Вот. Первый клиент. Спасибо тебе огромное. Дякую, Широ. Так. Смачного. А вы обязательно считайте сколько воды. Я рассчитаю за всю. Ничего. Нет, нет, нет. Считаем. У меня счетчик включился. Две есть. Третья. Очередь из желающих выпить уникальный напиток, созданный по ретро-технологиям, выстроилась просто огромная. Этим кристальным золотом Карпат приятно делиться. Здешняя вода действительно уникальная. Особенно в ручьях высоко в горах. А сами жители Верховыны пьют воду просто из крана. Вода в Карпатах целительная. Не случайно у нас больше ста курортов, знаменитых именно лечебной водой. Трусковец, Сходница, Моршин, Миргород, Свалява и многие другие. Говорят, некоторые из этих вод по свойствам полезнее даже легендарных грузинских или итальянских. А вот чистейшая Верховынская вода от Ивана Васильевича еще и с сиропом – это удовольствие и польза в одном стакане. Поэтому ее так любят и местные, и туристы. Дякую. Всего хорошего вам. Здоровья. Дякую. Знаете, на самом деле вот эта вся система с водой, которая газируется и продается в автоматах, стала супер популярной после выхода знаменитого советского фильма «Операция И» или «Другие приключения Шурика». Там в кадре появился такой красный автомат, где Шурик покупал воду. И этот автомат харьковский. Этот автомат сделан у нас в Украине. И именно он прославил вот такую газировку на весь бывший Союз. Я уже так наловчился, что могу одной рукой это делать. Вот. О, молодец. Хорошо получается? Доброе, файно? Держи. Да. Да получается. Да вообще, вы знаете, мне так понравилось. Я, может быть, останусь тут? Смотрите, насколько она файна, гарна. Здоровья. Да. А если я останусь работать тут, сколько зарплата будет? 1020. 1020? Ну а вот, честно, сколько вы продаете тут воды? Вы говорите, что 100 стаканов в день по 5 гривен. Это 500 гривен где-то, да? Иван Васильевич за десятилетия работы в этом киоске не утратил чувство юмора. Он не просто продает воду и помогает утолить жажду. Его миссия куда важнее. Он дарит людям эмоции, приносит радость и сам по себе является туристическим магнитом Карпат. Ну и, конечно же, дарит людям здоровье, каждое утро лично привозя чистейшую родниковую воду. Доброго дня. Доброго здоровья. Как вас звати, пани? Воселена. Воселена. Какую вам водичку? Сулатка. Скажите мне, вот эта вода, она же действительно волшебная, целительная, полезная, верховинская? Так, так, так. Папа уже висит. Висит? Висит? И каждый день пьете воду? Да, пью воду. Вот, видите, пожалуйста, 80 лет, бодрая, веселая и позитивная женщина каждый день пьет верховинскую воду. Поэтому сейчас еще сладенькую, сладенькую две, да. Час работы и Дмитрий уже сам как автомат по продаже газированной воды. Конечно, классические советские автоматы давно в прошлом, а вот дело Ивана Васильевича живет в Верховине. Он человек-легенда, единственный продавец той самой газировки из прошлого. А его киоск – это настоящий действующий музей под открытым небом. Я хорошо отработал? О, на сто процентов. На сто процентов? Да. Повертаю коварюха. С большим сожалению я отсюда ухожу, мне здесь очень понравилось, но я хочу еще стаканчик этой воды. Так, чуть-чуть сиропчика. И теперь такой сильный напор, чтобы взбить. Вот. И больше газа появляется. Нормально так. И хочу попросить вас со мной по стаканчику пропустить. за вас, за Верховину, за ваше здоровье. Живите до ста, до ста десяти. Продавайте воду, радуйте людей, дарите им счастье. И спасибо огромное. Будьмо, эй! Эй, ау! Йоу! По-русульски. Вроде бы шампанское пить. Она лучше шампанское пить. Она похожа, да? Уходит эта традиция? Нет больше этого. Вам жалко, что уходит? Твои воскресеньки. Наши дети уже хоть воду пили. Но люди там не хотят бутылку брать и челу. Она не выпить. Кем? А все стаканчик выпить уже довольно наполнил. Ну, то есть, индивидуально. Пойдешь себе по улице, не нужно ни в магазин заходить. Подошел, выпил, пошел дальше. Да. Удобно, хорошо, вкусно и атмосферно. Приезжайте в Верховыну и вы никогда не пожалеете. Уедете здоровеньким, счастливеньким. И не пропустите это место. Сюда тоже обязательно зайдите в гости к Ивану Васильевичу. Не меняйте профессию. Пока. Очередная украинская экспедиция завершается. Но в нашей стране еще очень много невероятных мест, которые заслуживают вашего внимания. Поэтому Дмитрий не прощается с чудесами Карпат и готовится показать вам новые, не менее колоритные регионы. Смотрите в новом сезоне. Ощущение, что я попал абсолютно в другой мир. Дмитрий Комаров перевернет ваше представление. Мы во многих экспедициях ищем рай. Мы нашли этот рай. О путешествиях по Украине. Как живут настоящие украинские амазонки. У нас в Украине есть свои семь вершин. Он пригласит вас на самые яркие праздники. Таких свайб, как у Гуцулов, я не видел нигде в мире. Это вам не фотосессия на лимузине, это круче. Попробует экстремальные профессии. Раз, два, три, четыре, пять, хоть бы не упало. И аппетитные деликатесы. Ммм, мед из волчьих ягод. Проведет вас в нетронутые уголки Украины. Болезния встречает вас. Как любили. И на промышленные чудеса нашей страны. Держи земля. Пошли впереди, смотрите катганы. Дмитрий покажет вам то. Таких экстремальных туров я не видел ни в Амазонке, нигде. Что вы точно захотите повторить в реальной жизни. Каждому рекомендую сюда приехать. Это настоящее удовольствие абсолютно для всех туристов. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова